Денежное дерево Один шарик из пенопласта. Шарик выбираете по своему вкусу любого размера. Он продается в магазинах. Далее. Также понадобятся вот такие вот жидкие гвозди. Нужна ножка. Я взяла обычную ложку. Деревянную с круглой ножкой. И монеты. То есть перед тем как приступить к изготовлению денежного дерева. Поэтому мне пришлось где-то в течении 3-4 месяцев собирать мелочь. Я выбрала монеты номиналом 10 копеек и 25. Вы можете сделать дерево просто из 10 копеек. Либо из 25 копеек. Но из своего опыта скажу, что чем мельче монета, тем удобнее ее приклеивать. И тем глаже получается крона. Также нам понадобится горшок. Также любого размера подбирайте, как вам нравится. Но желательно, чтобы он был слегка больше, чем ваша крона. То есть больше, чем пенопластовый шар. Затем также еще нужна так называемая земля. Вместо земли я использовала гипс. И дренаж. Дренаж это обыкновенные керамзитные шарики. Которые кладут в горшки для цветов. Мы берем горшок. Накладываем туда немного гипса и керамзитных шариков. Для того, чтобы плотно держалась ножка. Ножку, она у меня идет в виде ложки. Я вставила широкой частью вниз, чтобы она хорошо держалась. И далее укладываем гипс и керамзитные шарики. Все это утрамбовываем, чтобы ножка держалась плотно. Затем берем пенопластовый шар. Просверливаем в нем отверстие по размеру вашей ложки. И надеваем этот шар на ручку ложки. Предварительно в отверстие нужно капнуть клея. Я также использовала жидкие гвозди. И эту конструкцию мы оставляем. Желательно на ночь, чтобы гипс высох, чтобы все схватилось. Потому как, когда мы начнем клеить монеты, монеты тяжелые. И ножка может у нас завалиться. Затем на следующий день мы приступаем к продолжению. То есть к наклеиванию непосредственно монет на крону дерева. Я начала наклеивать сначала 25 копеечные монетки. Вот таким образом. Рядышком друг с другом. Наклеивать монетки можно любым способом. Можно внахлёст. Но мне так больше нравилось. Я люблю, чтобы крона была гладкая. Соответственно, вот таким образом я наклеиваю монетки на крону. Следите за тем, чтобы клей не выступал за края монетки. Иначе потом будет некрасиво. Вот видите, тут у меня уже видно дренаж в горшке. Вот такой вот внешний вид получается. Затем, после того, как вы наклеили один слой, также оставляете дерево. Можно на несколько часов. Но в связи с тем, что я делала это по вечерам, я оставляла это на ночь, чтобы лучше приклеилось. Затем на следующий день мы приклеиваем 10 копеечные монетки. И приклеиваем их в промежутки между 25 копеечными монетками. Так, чтобы закрыть как можно плотнее расстояние между ними. Вот таким вот образом. Вот на этом слайде лучше видно. Вы можете также использовать тоже 25 копеечные монетки сверху наклеивать. Мне так захотелось. Вот видите, обклеиваете уже всю крону. И у меня вот тут показана уже обклеена ножка. Для того, чтобы монетки на ножку ложились красиво, нужно взять плоскогубцы и согнуть монетку. Они довольно легко гнутся. И вот такая вот изогнутая монетка довольно хорошо приклеивается к округлой ножке. Вот видите, вот я вблизи показала. После того, как мы наклеили монетки на ствол, мы начинаем наклеивать монетки на так называемую землю. Их не обязательно наклеивать много, чтобы они покрыли всю землю. Нужно их приклеить в хаотичном порядке. Вот так как я приклеила. И приклеиваем монетки на горшок в качестве декора. После этого мы откладываем наше дерево на сутки, не меньше, чтобы оно хорошо приклеилось, подсохло. И только после этого мы будем его красить. Для покраски нам необходима вот такая краска. Посмотрите на экране. Она может быть любой фирмы, но золотистого цвета. Итак, мы приступаем к покраске. Покрываете дерево краской. Это нужно сделать в два этапа. Сначала покрывается. Если у вас есть где-то дерево, покрыть и оставить. Не трогать, чтобы оно подсохло. Можно покрыть все сразу. Так как у меня негде это сделать. Я это делала на улице. То я покрыла сначала горшок. Он подсох хорошо, чтобы я могла его взять руками. Затем покрыла ствол и кроном. И вот такая вот красота у нас получается. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой видеоканал. Рукоделие. Впереди вас ждет много новых и интересных видео. Желаю вам всем как можно больше денег, чтобы это дерево принесло вам финансовое благополучие. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...